Итак, здравствуйте, рад вас видеть. Сегодня у нас четвертая лекция. И сегодня мы с вами будем заниматься логикой и логическими операторами, всем, кто с этим связан. Начнем с базовых вещей. Логики, алгебра, логики. Вообще логика наша сформировалась в Греции. Я бы сказал, что в некоторых диспутах, которые очень нравились древним грекам, выяснения истины, были разные школы. Но они очень любили выяснять, правда или ложь. Брали какие-то вещи, начинали докапываться, обсуждать. Я считаю, что это принципиально важно. И самое главное, что это возможно. В некоторых культурах отсутствует культура поведения диспута, основанного на логике. Я не говорю о каких-нибудь там языческих обществах, в которых вопрос решается силой, а не логикой. Но есть, в конце концов, индуистская культура, в которой... Культура индуистская, анекдот еврейский. Расскажу анекдот. Ворочается сбоку на бок Абрам, не может приснуть. Сара спрашивает. Абрамушка, ты ворочишься. Да вот пришли ко мне сегодня Мойша и Изя. Говорят, рассуди нас. Ты что? Я говорю Мойша, говори. Мойша, говори. Мойша, говори. Мойша, ты прав. Я говорю, Изя говорит. И я понимаю, что Изя прав. Изя, ты прав. Сара говорит. Абрамушка, так же не бывает. Сарочка, дорогая, ты тоже права. Вот в индуистской логике, она даже имеет математическое обоснование сейчас. Называется логика Надьянья. В ней четыре состояния. Истинно. Ложно. И истинно, и ложно. И не истинно, и не ложно. И какие-то вопросы, они вот, что называется. А не истинно, не ложно или истинно, и ложно. И пойди разберись. В греческой традиции мышления строго истинно, мы будем обозначать ее единичкой. И ложь, мы будем обозначать ее морем. Но если скажете, в прошлый раз задели алгебрологики или нет? Я вам что-то хотел рассказать? Хорошо. Ну что же, тогда поехали. Значит, это первое. Дальше. Конечно, логика Аристотеля, которую он сформулировал, она очень долго властвовала умами. И поскольку книги Аристотеля были практически единственными древнегерическими книгами, которые читались в западной римской империи в продолжении средних веков, именно в средние века. И что это преобладало? На востоке была совсем другая византийская традиция, византийская империя. Но нам она, хотя она для нас, для Руси родная, мы приняли крещение в Византии от греков. Но, тем не менее, сейчас она так сложилась менее даже известна. История Византии. Так вот. Там, конечно, рассматривается содержание высказок. И оно является предметом обсуждения. Но по мере формализации, когда это выбралось из средневековых схоластов к математизации, к англичанину Джону Булю, например, в честь которого называется Булева логика, атомарное высказывание не разбирается на кусочки. То есть, истинность атомарного высказывания зависит от какой-то другой науки. Ну, например, давайте я напишу спорное высказывание. Вот есть. Здесь очень важно, с какой точки зрения вы подходите. Есть некоторая аксиоматическая система. Вот это вот аксиоматическое высказывание. То есть, оно настолько действительно атомарное, что тут, как сказать, ну, либо начинать действительно углубляться в философию, да. На философском языке можно это сформулировать, да. Есть богословский язык, есть язык там марксизма-ленинизма, да, где чисто материалистическое это высказывание постулируется ложным. Просто постулат, аксиома, ложное высказывание, да. Есть богословская точка зрения, да, опять же, оно аксиоматически принимается. То есть, можно рассуждать, можно какие-то приводить на философском языке, но, в принципе, в некоторой системе высказывание одно и то же высказывание может быть истинным или ложным. Или, например, давайте чуть менее спорное высказывание напишем, да. Ну, давайте, два плюс два равно пять, как-то слишком грубо. Давайте я напишу так, один плюс один равно один. Чуть менее грубо. Это истинное высказывание или ложное? Ложное. А? А на каком языке вы при этом разговариваете? На языке школьной арифметики. На языке школьной арифметики в этой системе это действительно высказывание ложно. И сегодня я вам покажу алгебру, в которой это высказывание есть. Вот. Поэтому вы должны понимать, что атомарные высказывания не есть предмет алгебрологики. С чем она работает? Алгебра логики работает с составными высказываниями. То есть, есть вопрос в том, что с ними делается. Итак, составные высказывания. Ну, раз они составные, раз они составные, значит они чем-то должны составляться. Они составляются логическими операциями. Эти логические операции, самый высокий первый приоритет в операции НЕ. Операция НЕ логического. Она применяется к высказыванию слева. НЕ-А. Её синонимы, как её записать теперь как бы не по-русски, а формально. Вот такая приставочка. НЕ-А. Но так неудобно, воспринимается не очень легко. Есть вот такой вот способ записи. Черточка над логической, над буквой, которой записывается логическое высказывание. Атомар. НЕ-А. Второй приоритет. Операция И. Как она применяется? Следующим образом. А. Я маленькую напишу, чтобы отличать. А и Б. Варианты записи. Логические. А и Б. Вот такая галочка вниз. И вариант записи. 2. А умножить на Б. Называется логическое умножение. Третья операция. Третий приоритет. Третий приоритет. Более низкий. Или. А или Б. Что это значит? Это значит А. Б. Это способ записи из формальной логики. Третий приоритет. И второй вариант. А плюс П. Логическое сложение. Есть операции приоритетами ниже. Я покажу еще парочку. Есть еще, но я не буду все перечислять. Следующий приоритет. Это операция импликации. Давайте я напишу слово импликация, а потом уже запишу ее запись. Импликация. И. Вариант записи. А. Стрелочка. Б. Или. А. Двойная стрелочка. Б. В записи самих логических высказываний я чаще использую вот это. Почему? Потому что когда мы записываем какое-то высказывание на языке алгебрологики, то хочется после этого написать следующее, которое является, например, следствием, и приходится употреблять тот же язык. И написать следовательно или равносильно. В школе вы заставляли сами эти знаки равносильности. Да. То есть, ну как бы эквивалентное высказывание, то есть, которое имеет что? Ту же область истинности. Да. Ну и еще пониже эквиваленция. Эквиваленция. Соответственно, А равносильно В. Да. Можно двойной стрелочкой записывать. А можно записывать знаком равно. Почему бы нет? Можно записывать А равно В. Потому что у нас логическая истинность А и В, они атомарные или истинные или ложь. То есть, они эквивалентны, когда оба истинны или оба ложны. Сейчас мы разберемся и научимся записывать это таблицами истинности. Ну и в принципе, можно и тройные в районе фантажисты написать. У меня ничего от этого не меняется, просто способ записывать 4 варианта записи эквиваленции. Удобнее мне писать просто значок равно, а в процессе осуждений как раз писать эту эквиваленцию. Так, с приоритетами операции разобрались, теперь давайте поговорим о логических функциях. Ведь у нас фактически возникли логические функции. У меня любая функция есть отображение множества, которое называется область определения, на множество, которое называется область значений, да, или множество значений. Соответственно, у меня есть некоторая функция, которая ставит соответствие. Обычно в алгебре мощность этих множеств, ну там, натуральная или вещественная, бывает еще круче, да, там, двузначная функция, значит, r квадрат у нас уже, да, не дай бог какая-нибудь, какой-нибудь функционал. А в данном же случае у нас область определения у, например, не а. Это, кто у нее переменная? Это а. У а сколько значений? Два. Значит, у нас мощность равна двум. Мощность у конечных множеств, она равна просто числу элементов в нем. То есть у нас всего два элемента, да. И функция у нас имеет значение логическое. То есть она либо истинна, либо ложь. И тут всего лишь два значения. Вопрос. Могу ли я взять и просто таблично задать, вот у меня x, а вот у меня f от x. Если бы у меня было очень много разных иксов, например, натуральное количество бесконечных, да, то я бы не мог выписать эту табличку. Если же у меня x всего два, ноль и один, то я могу просто явно записать, сказать, нулю соответствует ноль, единички соответствует один. Ну, например, линейная такая функция, да. Простейшая линейная функция. Это у нас получается что? А, нет, это не тофтология. Это у нас, собственно, самый x. Да? Вопрос такой, а сколько различных функций одного переменного существует? Законный вопрос. В этой строчке возможно написать или ноль, или один, то есть два варианта, да. И независимо от этого в этой строчке может оказаться ноль или один, то есть два варианта. Значит, получается различных функций одного переменного четыре штуки. Да, то есть существуют какие из них? Противоречия, да, ноль, ноль. То есть функция всегда ноль. Ну, ее странно записывать, f от x равно нулю, даже действенно. И говорить, что она зависит от x. Ну, мы должны к этому привыкать. В математике тоже константа, тоже может рассматриваться как функция f от x. Среди линейных функций, да. Но можно придумать способ записи, например, f от x равно 5 плюс 0 умножить на x. Да? Запись корректная математически? Корректная, все в порядке. При этом она зависит от x, ну, зависит. Ну, я не буду париться с этой зависимостью и придумывать способ записи. Можно там один один, да, то есть всегда истина. Можно ноль один, и самое из них нетривиальное, собственно, это один ноль, которое и есть не а. Итак, для не а мы вот эту вот табличку как раз оставим. А теперь будем делать много табличек для всех вот этих вот этих. Значит, я буду не записывать отрицанием сверху. Вот так. Итак, поехали. Значит, таблицы истинности. Для операции И, А, В, А и В. Как я буду перебирать ноль к единичке? По двоичной системе числений. 0, 0, 0, 1, 2, 3, 8. Соответственно, что такое И? Это значит, что высказывание истина только тогда, когда оба атомарных высказывания истина. Соответственно, если я сказал два раза ложь, то я точно соврал. Если я сказал ложь и истину, то этот стол, а это стол, и он черного цвета, то это ложь. Если через И. И только тогда, когда оба истины, то истина. Так, окей, с И разобрались. Теперь с И или. А, В, А или В. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Итак, ложь или ложь? Ну, это явно ложь. Дальше, это стол или это черного цвета. Ну, я правду сказал. Стол, значит, я правду. И, наоборот, от перестановки места слагаемых сумма не поменится. А тут проблема, цифра 2 нет. Давайте попробуем. Это стол, и он, назовем это коричневым, да, или бежевым. Коричневого цвета. Ну, если И, ладно. А если бы, это стол или он коричневого цвета. Здесь есть тонкость. Дело в том, что в естественном языке, ну, если это повествовательное предложение, то странно утверждать без или. Правда? Я даже говорил и сказал. А стол в естественном языке нужно как-то подчеркнуть, если я хочу или-или. А с другой стороны, представьте себе ситуацию, там я говорю, Петя, пригласи. Или я позвал Петю или Васю на рыбалку. То есть, позови Петю или Васю. Вот тут, если они придут оба, то, может быть, у меня удочек на всех не хватит. То есть, я хотел или-или. В естественных языках приходится как-то подчеркивать эмоционально, там, как-то еще или-или. А по-другому, ну, как бы, или то, или то. Ну, в математике строго. Поэтому, если истина или истина, то это истина. Но чтобы было честно, математики сказали, ну, давайте отдельно введем отдельную операцию. Да. Которая будет называться исключающая или. Вот то самое или-или. Она еще называется сложение по модулю 2. или, она еще называется ксор, исключающая или. Она совпадает с таблицей истинности или, кроме одной строки, последней. Вот давайте с вами вернемся к этому высказыванию, да. И осознаем, что высказывание-то было вполне истинно, если рассматривать его на алгебре логика. Истина или истина. Истина. Понятно логика? Вот. А сложение, вот это, так называемое, сложение по модулю 2, почему? Там, что получается? Ну, как бы, 2 должно было бы быть, да. Но 2 модулю 2, да. 2, ну, я вот на питоне запишу, 2 процента 2. Остаток 0. Ну, не остаток, да. Остаток, да. Остаток, да. Остаток. По модулю 2 это 0, как раз. Остаток. Так что, XOR выглядит так и с истины. Остаток. И он, понятно, что есть такое. Теперь дальше. Следующее. Это импликация. Импликация очень забавная штука. А, B, A следует на B. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Итак, если я из истины прихожу к истине, последняя строка, то я правильно рассуждал, молодец, 5. И если я с истины начал, пришел к ложному высказыванию, я плохо рассуждал, моя импликация плоха, неверна. А если я начал с ложного высказывания и пришел к ложному, ну, давайте сделаем это, да. Ну, например, я таблицу истинности вот эту уберу. Слишком просто. 2 плюс 2 равно 5, да. Чему это эквивалентно? Ну, например, я умножу на 2 левую и правую части, да. 4 плюс 4 равно 10. Я рассуждал правильно? Учитье ваше должно подсказать. Я нормально рассуждал? То есть, мое следствие... Ладно, там, эквивалент следствие. Правильно. Значит, я, в принципе, молодец. Если я начал с лжи, пришел к лжи. А если я начал с лжи, пришел к истине. А? Ну, например, 2 плюс 2 равно 5, это что значит? Ну, например, 5 равно 2 плюс 2. Логично? Ну, и отсюда очевидно, что можно заключить что? Что 2 плюс 2 равно 2 плюс 2. Ну да, потанците в истине. То есть, можно начать с ложного высказывания, прийти к истине. Я сталкивался иногда с такими логическими системами, которые содержат в себе ложные аксиомы и противоречивые сами по себе. Именно не математические, хотя это тоже интересная тема, а имеют по жизни. То есть, каких-нибудь там, как они называются, сектанты Рона Хаббарда, саентологи. Они все под науку косят на пистихии свои, иногда там брошюрки раскладывают, письма присылают в пистихии. Все очень так, типа они там за прогресс. Что интересно, секта безбожная, там нет Бога. Вроде не надо в это верить. Но они, по-моему, человеку свой язык. И там что? В катехизисе Рона Хаббарда перемешаны ложные и истинные высказывания. Чистят зубы. Надо 2 раза в день, что-то еще. Рон Хаббард самый великий мыслитель в мире. Ну то есть, самое интересное, что происходит. Если у нас подмешивается к системе аксиом какая-то ложная, то дальше у нас будут вот там всплывать вот какая-то из них ложная. Даже все остальное истина. Но у нас дальше может всплывать все, что угодно. Из лжи может следовать все, что угодно. Если вам из чего-то доказали правду, то, с чем вы согласны и уверены, это не значит, что то, с чего начали, является истиной. Понятно? Поэтому очень важно, с точки зрения философской чистоты, выбирать систему аксиом очень хорошо и чисто. Она должна быть явно непротиворечивой и разумной. Ну, итак, отпускаем, смотрим на таблицу истины. Итак, понятно, как компликация ведет. Она ложь детектирует, если ложная, только в том случае, если начал с истины, пришел к лыжи. Эквиваленция. А, В, А равно В. Когда это истина? Ну, очевидно, когда А равно В. То есть, вот тут. Да? Здесь они не равны. 1, 0 не равны. 1, 1 они равны. То есть, само равенство верно. Что имеется в виду? Еще раз, да? Я спрашиваю, как бы, Х равно А равно В. Чему равен Х? Понятно? Если А и В одинаковые, то Х равен 1. Если А и В разные, то Х равен 0. Лжи. Давайте попробуем посмотреть на операцию НЕ РАВНО. Ну, что такое операция НЕ РАВНО? Это очень легко сказать, что это такое. А равно В, да? Ну, давайте. А не равно В. Это что такое? Это значит, что не А равно В. или, короче говоря, кстати, вот эти скобки ставить необязательно, поскольку эта черта может быть нарисована над, и ее границы, собственно, очерчивают, а она всегда и так высшего приоритета. Так что скобки ставить необязательно. Понятно, да? Я поставил, но необязательно поставить. То есть, что я могу сделать? не к результатам А равно В. Ну, то есть, фактически это будет что? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Здесь что будет? Ровная инверсия. То есть, 0, 1, 1, 0. Операция А не равно В. Я хотел бы, чтобы ваш взгляд на нижнюю часть доски сейчас упал. Сюда. Обратите внимание, что исключающая или ксор имеет точно такую же таблицу, что и не равно. То есть, это одна операция. Ну, давайте мы ее впишем. Вопрос, куда ее вписывать в приоритеты? Интересный вопрос, потому что с точки зрения эквиваленции, да, и вот этой записи, она должна быть записана здесь, на уровне 5. А если ее как ксор записывать, как плюсик в кружочке, то им логично место вот здесь. Понятно? Поэтому здесь от формы записи будет зависеть приоритет, потому что, как вы разбираете высказывание, то в нем форма записи определяет, будут скобки, не будет скобки. В данном случае интересно, что действительно, у нее две формы записи, эта операция. Ну, я ее впишу вот сюда, под пункт 3, с одинаковым приоритетом с или. Наверное. Ну, или чуть ниже. А, я не знаю, как по-русски написать. Я напишу по-английски. Ксор Б. Аксор Б. Соответственно, она... Вот тут вот ее запись я не знаю. Я ее знаю, запись только с плюсиком в кружочке. Может быть, у нее в формальной логике тоже есть какая-то. Форма записи. Вот. Так. Разобрались с таблицами истинностями этих операций. Давайте подумаем, а сколько существует различных логических функций двух перемен. Одной переменной четыре. А двух переменных сколько? У нас четыре строки. Никто не может посчитать? А? Шестнадцать. Правильный ответ. Кто сказал? Молодец. Шестнадцать. Два, 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 два. Варианты все перемножаются. Начиная от 0, 0, 0, 0, да? Тоже есть на лжи, да? И истины. И все, все, все. Шестнадцать штук. Мы из них нашли только раз, два, три, четыре, пять этими считами. Пять мы нашли и назвали. Есть еще именованные и куча безымян. Еще штрих Шефера, скобка Пирса. Вот. Но суть нам уже не важна. Этих достаточно. Что интересно, что три операции и или не, первые три штуки, составляют полную систему. То есть, при их помощи может быть записана любая логическая функция. Почему логика имеет такое прямое отношение к вычислительной технике? То, что логические схемы, это то, что, собственно, появится в процессорах. Вот все это цифровая логика. То есть, в конечном счете, есть набор проводочков, в некоторых, сейчас черный ящик мысленно, да? На которые подаются сигналы. Вот у меня сейчас четыре переменных логических. На каждую подается либо истина, либо ложь. Есть сигнал, нет сигналов. 0 или 1. И у меня есть некоторый результат. Ну, я сейчас один проводочек вывожу просто ради простоты. И этот результат зависит от того, что там на вот этих проводках. То есть, может быть, логика глобального И, то есть, перемножение этих сигналов, только когда они все истинны, тогда идут. Но это очень легко сделать, если у меня есть элемент логического И, да, то я делаю два логических И, да, и их результат тоже через логическое И соединяем. Да? Простой способ такой. Вот. Может быть так, что у меня, например, реализуется, кстати, да, я не написал. У И также есть обозначение, это уже не математическое, а компьютерное скорее. Амперсант или двойной амперсант. Так сложилось. У операции или вертикальная черта, или двойная вертикальная черта. Пробел между вертикальными черточками ставить не надо. На клавиатуре это нажимается с шифтом, по-моему, шифтом, 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 обратный слэш. Вот. В питоне эти операции называются по-английски. Н, ор и нот. А вот в языке си это дело и си плюс плюс соответственно. В отрицательный знак два амперсанда, две вертикальные черточки. Правда, в си плюс плюс тоже можно, и в си самым стариком тоже можно вот так писать. И для этого нужно библиотечку подключить с названием ISO. Там что-то еще. Есть такая стандартная библиотека, она в любом компьютере. Ну вот если вернуться к организации логики, да, то в данном случае что я делаю? У меня либо вот эти два сигнала одновременно и тогда у меня сигнал сюда приходит. Или вот эти два сигнала одновременно и тогда сигнал сюда приходит. А если и там, и там будут все четыре сигнала. Может быть это ошибочная ситуация, да, зависит от ситуации. Вот необходимая логика, которая должна быть запрограммирована. Да, ну вполне возможно, что XOR. Да, я тогда ставлю элемент XOR, тогда у меня, я получу здесь информацию, что да, присутствует неотребуемая ситуация, когда у меня либо те два, либо те два сразу. Понятно? И за счет этого можно делать довольно сложную цифровую логику, программировать даже без всяких контроллеров попроще, без микроконтроллеров попроще. все какую-то логику, да, вот то-то-то положение и срабатывать. Правда сейчас на всяких квестах, неважно московских или не московских, там все-таки чаще именно микроконтроллеры программировать. Это как бы, ну, как бы проще, чем понять чистую логику. Вот. Понятно, да? Вопрос теперь в том, что любую логическую функцию можно запонять. Да, в принципе, вот любую штучку можно разложить в логические функции. Какие элементы нам нужны? Оказывается, трех достаточно и или нет. Как это обосновать? Как это обосновать? Как это обосновать? Давайте я сотру вот это. Конечно, у нас есть третья доска. На тех, кто смотрит, поет тупо. Если бы и воспользовался. Итак, давайте с вами попробуем придумать какую-нибудь логическую функцию. Просто придумать. Трех перемен. То есть я сейчас расставлю нолики книжки условно случайно. А. В. С. И некоторая функция, записи которой я пока не знаю. Ну, просто она есть. Ф от АВС. Я опять по двоичной системе числения. Ноль. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И семь. Да? Никого не забудем. Ну, давайте куда-нибудь ноль к единичке поставим. Ну, это ноль. Один. Дальше что? Ну, ноль давайте. Дальше. А? Один. Хорошо. Дальше. Ну, давайте ноль ноль один, чтобы оно уж подряд не шло. Ноль. Достаточно. Ну, условно случайно. По крайней мере, я вот периода нет. Итак. Может быть такая логическая функция? Может быть. А как ее записать? Пойдешь пойми. Ответ на это нам дает так называемая нормальная дизъюнктивная форма. Это можно как заголовок, кстати, написать нам вот этим делом. Нормальная дизъюнктивная форма. Как вы понимаете, раз есть нормальная дизъюнктивная, есть нормальная конъюнктивная, но мы не будем ее трогать одной достаточно. Это методика записи логического выражения по таблице истинности. Таблица истинности однозначно задает функцию. Поскольку области маленькие, да, то функция таблично задана точно. Вариантов промежуточных значений. Вот. Вопрос, как записать? Одну из возможных форм записи даст нам НДФ. Как это сделать? Давайте найдем все строчки, где эта функция равна единице. И сконструируем такие логические произведения, которые будут истинно ровно в этих строчках. Например, для вот этой единицы это будет что? НЕА умножить на НЕБ умножить на С. Где она истина? Проверяем. 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 Вот в этой строке, да, ноль, ноль, было бы 1 умножить на 1, но тут С ложно. Поэтому получается 1 умножить на 1 умножить на 0. Поэтому ноль. В этой строке у нас что? Истина как раз, потому что С истина. А не А и не Б как раз истинна. А во всех остальных строчках у нас то А истинна, то Б истинна. Соответственно, не А или не Б кто-то из них является ложью. Все. Во всех остальных строчках у нас вот этого сказывания истинным не будет. Потому что произведение... Ну, я сейчас проскакиваю в этот момент, сейчас его запишу строго формально. Но произведение нескольких не важен порядок. Сейчас это правило будет записано. Хочется ДФ дать вам в начале. И так во всех остальных аду как раз можно. Второе высказывание, давайте под вот эту единичку подгадаем, да. НЕ А умножить на Б умножить на С. НЕ А умножить на Б умножить на С. Истинна ровна в одной строке, вот в этой. При всех остальных комбинациях А, Б и С, оно дает нам ложь. Дальше под вот эту единичку подгадываем. Это получается что? А, Б и С. А умножить на Б умножить на НЕ С. Соответственно, тут единичка во всех остальных строчках ложь. Что будет, если я сложу эти три выражения друг с другом? То получится у меня фактически одно из возможных представлений Ф от А, Б и С. Которая задана там лично. То есть у меня что получается? Это НЕ А умножить на НЕ Б умножить на С. Плюс НЕ А умножить на Б на С. Это логическое умножение, конечно. Дальше плюс А умножить на Б умножить на НЕ С. Ну, я уж не буду повторять. Понятно, что если это дело просуммировать, да? Плюсчики проставить вот так вот. Да? То результат у нас будет ровно такой же, как у нас и вот. Вот так, да? Логично. Можно вот здесь равно проставить. Вот. Соответственно, это доказательство того, что И, ИЛИ НЕ хватает. Забавно то, что на самом деле достаточно спаять из транзисторов один КСО, исключающего ИЛИ вот этого вот. Достаточно, чтобы сделать И, и его же достаточно, чтобы сделать ИЛИ. Вот. Ну, мы берем сигнал через КСО, пускаем с единичкой. Соответственно, если он был с единичкой, то он становится нулем. Ну, просто в постоянную единичку. Постоянное напряжение на один из сигналов КСО. Он делает нам не с этим сигналом. Вот. Ну, и сейчас не будем рассматривать способы этого сделать. Это сейчас нас не касается напрямую. Всё. На этом СНДФ мы закончили. Следующая сейчас будет темка после перерыва пять минут. Вот. Это законы алгебры лунки. Отдыхаем. 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 Законы алгебры логики Они вам понравятся Их очень легко доказывать Берешь, перебираешь Все варианты одного выражения Другого выражения Обнаружили, что они равны Все доказал Итак, самый простой Это закон повторения Простые Закон повторения А умножить на А Это А Учитывая, что у нас только Нолик и единица, очевидно Ну и А А плюс А Это А Учитывая, что плюс 1 плюс 1 дает 1 Истиннее, чем истинно быть нельзя То вот так Третий лишний Третий лишний А умножить на не А Что тут было? Нолик или единица Уже не важно Потому что ноль умножился на единицу В любом случае Равно нулю А плюс не А Или я преподаватель информатики Или я не преподаватель Любое высказывание Поставленное в такой гиле Является истинным Закон третьего не дано Или третий лишний Закон поглощения Хотя я его отношу к простым Он может быть Не очень просто восприниматься А Умножить на А Плюс Б Равно Просто А Давайте проверим Допустим А истина Не, ну есть то, что я вообще К законам не отношу Это же надо понимать Например Что угодно Плюс Единица Это истина Ну это понятно Истины нечем Истина быть нельзя Туда уже прибавляешь И все равно в потолок уперся Да Что угодно Плюс Ноль Это я к законам просто не отношу Это просто сами От логических Таблиц истины Посмотрите Там все видно А плюс Ноль Это просто А Ничего не добавило А осталось А умножить на Единичку Это А А умножить на Ноль Это Ноль Ну это совсем понятно Давайте рассмотрим Почему это так Если А истина То Истина умножается То есть Это можно выкинуть Не рассматривать То есть Истинность зависит На плюс Б На что же она умножается На единицу плюс Б Один плюс Б Это один Истине чем истина Быть нельзя Если А ложь Ноль умножается На что угодно Все Ложь Поэтому А умножить на А плюс Б Это А И второй простой закон Так Ну это совсем Не законы А второй простой закон Выглядит Так ладно Снизу напишу Нет А плюс А умножить на Б Тоже равно Просто А И опять можно рассмотреть Если А ложь То он домножившись на Б Дал ложь Ложь плюс ложь Если А истинно То один плюс Что угодно Это уже один Следующие законы Это так называемые Свойства логических операций Свойства логических операций И и или У нас У бинарных операций Плюс и умнож Есть Какие свойства Ассоциативность Коммутативность И дистрибутивность Итак Поехали Коммутативность Или перестановочное правило От переменной мест Слагаемых Сумма Не меняется А умножить на Б Равно Б умножить на А А плюс Б Чуть править А плюс Б Равно Б плюс А Ассоциативность Правила остановки скобок А умножить на Б Умножить на С Равно тому же Что получится Если вначале Умножить А на Б А потом Домножить на С Для обычного умножения Это тоже верно Что мы в этом случае делаем Переписываем умножение Без скобок Это то, чем я уже воспользовался Когда НДФ писал Я сказал Что по произведению Я скобки буду расставлять То же самое Со сложением То есть Не важно В каком порядке Сложение А плюс В Плюс С Ну и опять же Та же ситуация В сложении Скобки расставлять Не надо Я кстати Замечу Что Логического Вычитания Нет Как на всякий случай Вот И еще Вот это Правило К которому Вы привыкли И еще Привыкнете Например Не выполняется Для Векторного Умножения Там принципиально В кругом порядке Вот так что Это не шуточки Слава Богу Что в алгебной логике Это есть Следующее Это Дистрибутивность Дистрибутивность Или распределительное Правило Дистрибутивность Итак Что это значит Это А умножить на Б Плюс С Чему равно Оно равно А умножить на Б Плюс А умножить на С Но вся фишка Логических операций В том что Дистрибутивность Не вся фишка Одна из фишек В том что Дистрибутивность Здесь есть Не только Сложение Относительно Умножения Но и Умножение Относительно Сложения То есть Если я написал А плюс Б Умножить на С То это тоже Можно раскрыть Вопрос как Ответ так Это равно А плюс Б Умножить на А плюс С Доказать это очень легко Берем правую часть Раскрываем скобки Применяем Закон поглощения Все у нас получится Понятно? То есть вот это Единственная Не тривиальная Во всем остальном Это констатация Того что С алгебрологикой Все в порядке Так Теперь Законы Деморгана Не забыл Да Законы Отрицания Вот В одной детской сказке Которую мои дети Слушаю Есть ошибка Отрицания Там Про Сказочный арбуз У него родились арбузы Такие арбузы нельзя Съесть Ни одному Там Нельзя Съесть Ни одному Получается Что у нас? Можно съесть Одному Вот Лишнее Нет Закон двойного Отрицания Не Не А Это А Закон Деморгана Для сложения Они именные А Плюс Б Это Не А И Не Б Если я Отрицаю Произведение Отрицаю То что А И Б То у меня Получается Что? Это значит Или не А Да? Или Не Б Когда я Школьникам Это объясняю То я говорю Так Представьте себе Что плита Сломалась Кусок плиты Упал на плюс И сломал Или там Умножение Сломалось И стал Сложен Ну и короче Говорит Знак Меняется Когда мы Вводим Его из-под Не И На Или Или На И Двойное Отрицание Понятно Как себя Видит И есть Еще Несколько Вещей Которые Удобно Знать Вот эту Импликацию Которую Мы писали Таблицу Действенности Эквиваленцию Дэксор Раскрыть Через И Или Не О МДФ Что Получится Это Представление Оператор Представление Компликации Эквиваленции И Антиэквиваленции Это Через И Или И Не Итак Что это значит Из А Следует Б Это Значит Не А Или Б Ну Вы Помните Таблицу Истинности Из лжи Все что угодно Да Если А Ложно То Не А Истинно Ну Если Оно Истинно То Уже Все Истинно Плюс Что угодно Истинно Да И Если У нас Следствие Истинно То Опять же Нам Не важно Какова Была Предпосылка Или Говорят На языке Логики Посылка Апликация То есть Вот эта Штуковина Уже Ее Истинность Не играет Воль То есть Если Б Истинно То есть Ложно Только В одной Строке Где У нас А Истинно А Б Ложно Когда Ноль Плюс Ноль Получается Дальше Это Эквиваленция Чему Равно А Равно Б Чему Оно Равно А Равно Б Равно А И Б Или Не А И Не Б Ну То есть Одновременно Истинно Или Одновременно Ложно Соответственно Ксор Да Плюс Кружочки Или Не Равно Что Это Такое Чему Он Равно Как Его Раскрыть Это Значит Не А Умножить На Б Или А Умножить На Не Б Ну Дальше Открывается Простой Можно Брать Логическое Высказывание Длинное Начинать Его Упрощать Искать При каких Именно Сочетаниях Высказывания Истинно Сколько Этих Сочетаний Решать Затачки Из ЕГЭ По Информатике Ну И Другие Облачные Заоблачные Перспективы Как Это Относится К нам Во Первых Законы Думоргана Знать Прям Надо Закон Двойного Отрицания Знать Прям Надо Это Практические Вещи То есть Вместо Того Чтобы Писать Нод А Нод Б На Питоне У вас Там Нод Что-то Там А Н Нод Б Можно Записать Проще Нод А Ор Б Логично То есть Можно То есть Вот Эти Нужно Осознавать Что Это Эквивалент И Вы Сказ Теперь Двигаемся Я не буду Тратить Сейчас Время На Алгебру Логику У нас Не будет Задач По Этому Делу Но Вы Должны Материал Услышать Один Раз В Жизни Теперь С вами Переходим К Применению Логического Оператора Ив С Его Замечательным Кэлсом В Разборе Каких-то Ситуаций Встречающихся Итак Поставим Традиционную Задачу Это Определение Какой четверти Принадлежит Точка У нас Вводятся Две Переменные Х Равно Инт Инпут И У Равно Инт Инпут Требуется Ответить На вопрос В какой Четверти Принадлежит Данная Точка Есть Вариант Что Она Лежит На Ося Есть Вариант Правда Что Она Ещё Лежит В Центре Координатной Плоскости Х Равно Нулю У Равно Нулю Эти Вещи Хотелось Отследить Отдельно Но По крайней Мере Хотя Б В тех Случа Где Она В Четвертях Лежит Декартовой Плоскости И Хотя Б Вот Это Ответить Как Эту Ситуацию Разбирать Ну Какие Числа Там Оказались Как Люди Делают Некоторые Люди Думают Что Написать Два Последовательных Ифа Если Ситуация А То Делаем Первая Полуклоскость Если Ситуация В То Правая Полуклоскость И так Далее В рядочек Ифа Написать То Будет То Что Надо Это Не Так Например Я Скажу Если Точка Оказалась Первой Полуклоскостью То Нужно Сделать Ее Инверсию Относительно Оси Апсис Следующий Иф Уже Обнаружит Ее В Другой Полуклоскости То Мне Нужно Исключить Это По Самому Коду Выполнения Программы Поэтому Правильно Здесь Сделать Так Разбирать Это Для данного Случа Это Лучше Сделать Так Отдельно Разберить Ситуацию Где Икс Больше Нуля То Тем Самым Уже Как Так Полуклоскости Первая Это Вторая Это Третья Четвертая Да Вот так То есть Я разбиваю На две Раз И два Ну давайте Например По Игрек Игрек Больше Нуля И Остальное Если Игрек Больше Нуля То Дальше В рамках Вот этого Я должен Разобраться С Первая Иначе Ну сейчас Не будем Париться С осями Иначе Вторая Кстати Я еще раз Напоминаю В else Условие Писать Не надо То есть Это Если Это Оказалось Ложным То Всегда Попадаем Сюда Все Не надо Повторять Иначе Икс Меньше Либо Равно Нулю Это будет Синтатическая Ширка Иначе Принт Два Здесь Иначе И здесь Снова Разбиваем В данном Случа По тому же Самому Если Икс Больше Нуля То Принт Третья Иначе Четвертая А? Четвертая Третья Четвертая А? Точно Спасибо За поправочку Четвертая Иначе Принт Надо было Сделать Наоборот Икс Меньше Либо Родовое Понятна Логика Да? Но чаще Встречается Как раз Другого Характера Задачка Да и Эту задачку Можно решить Через Каскадную Условную Конструкцию Итак Давайте С ней Разберемся Каскадная Условная Конструкция Вначале Я сразу Буду писать Правильный вариант Но перед этим Мне нужно Чуть-чуть Сказать Про Самоорганизатор Итак Представьте Вот у меня Множество Всех Возможных Ситуаций Я говорю Если То Один А иначе Иначе Я продолжаю Разбираться Иначе Если Иначе Если То Ну например Два Да? Как это Но у меня Возникает Опять Иначе А иначе Если Разбираю Третью Какую-то Ситуацию Так? И последнее Просто Иначе То есть Я Раскрываю Только Ту ветку Которая Вот здесь Вот здесь Лсов Ифов Тебе Представьте Да? То есть Если Игрек Больше Нуля И Их Больше Нуля То Принт Первое Иначе Ну и начинаем Дальше Спрашивать То есть Может быть Там вторая Как-то Еще Отбивать Вот Я сейчас Покажу На Естественной Задачке Где Применение Условной Каскадной Условной Конструкции Уменьшает Существенно Понятно Итак Допустим Когда Число Меньше Нуля Мне надо Напечатать Что оно Отрицательное Когда Равно Нулю Написать Что оно Ноль Когда Оно Принадлежит Отрезку От нуля До единицы Написать Что оно От нуля До единицы Когда Оно Единица Написать Что оно Единица И Когда Оно Больше Единица Что Оно Больше Единица То есть У меня Получает Сколько случаев, первый, второй, третий, четвертый, пятый, пять случаев. Если я сейчас буду аккуратно все это прописывать, то можно убиться. Как я сделаю? Я скажу так, если у меня x меньше нуля, то это же тривиально, в данном случае сразу можно печатать откид. Принт, отрицательный. А вот дальше специальная форма есть. Согласитесь, если я отпишу else, то я обязан поставить двоеточие и на следующей строке со смещением написать if. И у меня все это начнет ползти вправо. У меня тут целых пять этих условий. Очень далеко вправо ползет. Поэтому есть специальная конструкция, иначе если, записывается элит. Одним словом, иначе если, элит, else if, элит. Иначе если x равно равно нулю. Но это не новость, вы должны помнить, что сравнение на равенство равно-равно. Иначе если равно нулю, то принт ноль. Что я знаю? Что я вот в эту ветку, элит, следующий, да? Вот сюда, else, я попадаю только тогда, когда и вот это, и вот это оказалось ложным. То есть у меня x точно не меньше нуля, и точно уже не ноль. Я могу в этом условии не спрашивать. Не спрашивать, что он у меня больше нуля. Он у меня тут автоматически больше нуля. Если я сюда в принципе попал. Поэтому я спрашиваю только одно. То, что он у меня меньше единицы. За счет этого я не пишу лишнего end. Я мог бы написать x больше нуля, end x меньше единицы. Лишнее сравнение. Лишнее и. Итак, элит, x меньше единицы, то принт. Что у нас получается? Я напишу вот так. Снова элит, x равно равно 1. Так, в этой ситуации там принт 1. И. 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 И опять, как некий призрак. Факт того, что я сюда пришел, означает, что x больше единицы. Этот призрак можно документировать. Потому что вот к этому моменту строк уже много прошло, и можно чуть-чуть недосознавать читающему человеку, но условия сюда писать не надо. Это реальный else. То есть уже все. То есть вот та ситуация, которая исключением получается. Поэтому что? Я как комментарий приписываю сюда, что x больше единицы. Как комментарий. Документация призраков называется. То есть тех мест, которые выходят из ситуации, но не очевидны. Вот так эта задачка решается. Теперь двигаемся дальше. Нам надо научиться делать некоторую статистику с числовыми данными, которые у нас приходят, как мы помним, подряд, много-много числовых данных. Надо их как-то обрабатывать. Кроме усреднений, ошибок, есть такая вещь, как поиск максимального и минимального значения в выборке. Да? Нам надо научиться искать максимум. Как это делается? Это делается через временный максимум. То есть я рисую, как представьте себе, что у меня в некий постамент. Я вот на него поставил кого-то, первого из, все остальные числа подходят к нему и сравнивают, я больше тебя или нет. Если я больше тебя, то я встаю на твое место, а ты до свидания. То есть как это выглядит? Ну давайте, я с циклом while пишу x in input, пока x не равно... Сейчас, смотри, это будет интересная поправочка, чуть-чуть я отступлю в пустую строчку. Пока x не равен, кстати, слово не на языка си, в значке не равно, в восклицательном знаке равно присутствует, так что вы не забудьте. В восклицательном знаке это тоже не. Так, пока x не равно нулю, двоеточие, а что мы делаем? Мы делаем обработку, и я говорю, если x оказался больше, чем tmp max, в этом случае я ему что говорю, tmp max равно x. Я встал на твое место. Надо сказать, что есть однострочная форма, которая реализует то же самое. Можно сказать так, tmp max равно большему из... Ну есть встроенная функция максимума, которая работает для двух чисел, для трех чисел, для пяти... Она такая хорошая, для списка чисел. Но мы сейчас ее реализуем в каком-то смысле. Итак, tmp max равно max из x, tmp max. Если меня не интересует, где это произошло, то очевидно, что вот это значение будет большим из двух, и именно оно и сохранится. Ну или я могу вручную спрашивать, если я преодолел, то выгнал тебя оттуда. Ну и считать следующее. Не забыть считать следующее число. x равно in, in. Это поиск большего значения. Если я захочу искать одновременно за один проход, вы сейчас пока списков не знаете, списки будут в следующий раз, как запоминать много данных в памяти. Как мне на лету на ходу определить не одного, а целых три места? Первое место, второе место и третье место. В этой ситуации имеет смысл вначале посоревноваться, ну я сейчас сокращенно напишу эти номинования, вот это там уже не сработает. Я напишу m1, m2 и m3. m1, m2. Если я преодолел m1, то что я делаю? Ну я встаю на его место, конечно. Вопрос, куда он уходит? Он, очевидно, сильнее второго, значит он должен уйти на место второго. А второй уходит на место третьего. И только третий покидает нас без возврата. То есть начиная с чего? С того, что у нас m1, m2, m3. Это присваивание в кортеж сразу. Кто на их место становится? На место первого становится x, он круче, чем m1. На место m2 становится m1. И на место m3 становится m2. Или, иначе если, ну хорошо, не победил m1, возможно, x победил m2. А еще так, m1 мы не трогаем, но зато и m2, и m3 претерпевают изменения. На место m2 становится x, а бывший m2 становится на место m3. m3 исчезает. Из обозрения. И элиф, иначе если, что? Если x преодолел m3, то мы в m3 сажаем x, и на этом дело останавливается. Ну, можно, конечно, тут написать еще else, sorry. Ну, вопрос, надо ли написать для каждого x, ну не нашелся и не нашелся. То есть, это else в принципе не нужен. Просто потому что действие по этому иначе не предусматривается при поиске. Ну, и не забудьте считать следующий из x равно m2. Все, мы научились с вами искать за один проход по данным. Сразу в начале... Вопрос вот какой, лукавый. Вот эта пустая строчка. Для чего я ее оставил? А? А кто в начале стоит на этих местах? Кто там стоит в начале? Можно первые три числа взять и туда сразу пихнуть. В принципе, можно. Но только не забудьте их надо отсортировать, чтобы на первом был. Потому что если у нас вдруг окажется, что все остальные числа меньше, чем первые три, то у нас получится, что они стоят в итоге в неправильном порядке. Поэтому первые три числа, если уж мы их считываем, сразу отсортировать. Есть более простой и надежный способ. Если нам известно, что все эти x принадлежат некоторому множеству, там, не знаю, от нуля до десяти, там, я сразу не 10 в десятый напишу, да, а 10e10. Ну, это вы понимаете форму, да? Питон это понимает. Там латинская буковка e, это значит 10 в десятый. Неправильно написал. 1e10. Потому что 1e10 это 1 умножить на 10 в десятый. А 10e10, это получается 10 умножить на 10 в десятый, то есть 10 в одиннадцать. Так что я написал в начале не так. Вот если у меня x принадлежит какому-то вот такому множеству, да, то я могу сказать что? Что все поступающие на вход x, если только там нет глюка, больше либо равны нуля. Значит, я могу поставить вот сюда неких манекенов. Я условно нарисую. Чучело. Которых любой пришедший x тут же вышибет оттуда. Но иногда бывает, что нет этих изначальных данных про то, что там есть, нету. Поэтому приходится сделать следующим образом. Положить туда, в питоне есть такая возможность, значение вообще другого типа. Например, none. Есть специальное значение none, то есть ничего, специально ничего с ним можно сравнить. If x равно равно none, например, да? Оно имеет тип none type. Но в этом случае, правда, придется модифицировать вот эти условия. Я сейчас покажу как. То есть, ну, во-первых, надо разложить в эти самые m1 равно... То есть, если вот этого вот мне неизвестно, то есть, x и любые вообще, не могу ничего предположить, то я в эти максимумы положу чистых none. m1 равно m2 равно m3 равно none, пишется в большую букву. В этом случае я сделаю так. Я с none не имею права числа сравнивать. Но я сделаю так. Я скажу, если у меня в m1 кто-то вообще есть, то есть, m1, если там, наоборот, место пусто, место ваканты. Если m1 равно равно none, то добро пожаловать. Или если x его победил. Вопрос. Не будет ли синтоксичной, арифметической ошибки? Потому что я здесь раз, а вот это что же надо вычислить? Ответ нет. В языке питон, как в языке C++, или ленивое. И и ленивое. Это значит, что если вдруг он, вычисляя левое выражение, обнаружит, что оно истинно, то он... Ну как, 1 плюс а мы с вами разбирались, да? Но оно истинно. Зачем нам вычислять это а? И он не будет его даже вычислять. Что интересно, ведь если у меня f от x, да? Или, я напишу или, or, g от x, и f от x оказалось истинным, то g от x даже не будет вычисляться. Я могу это заметить, если эта функция, кроме вычисления логического значения, еще и что-то кричит на экран, то g не будет ничего кричать, он не будет запущен. Я это обнаружу фактически. Понятно? Можно вопрос. Надо знать, что в питоне или ленивое. Можно вопрос. Да. И и тоже ленивое. Если у и обнаружится 0, он умножит на а, он не будет вычислять а, оно ему не надо. Да. Если вы мне это слово представили. Все плохо. Как раз будет ошибка. Он скажет, что m от 0 нельзя сравнивать с числами, он скажет. Поэтому тут порядок важен. Он левый именно оператор вычисляет первым, потом думает, надо ли ему вычислять второй. Итак, для второго пишем, да, соответственно, если m2 равно-равно нам, то есть там никого нету, или x его победил. Да. Ну и последняя ситуация. Если на третьем месте никого нету, m3 равно-равно нам, да, или x победил m3. Вот так мы научились искать максимум. Так, двигаемся дальше. Поиск числа в потоке мы делали в прошлый раз с вами. Но его можно сделать через их. Это понятно, я сейчас, наверное, не буду делать. Следующее, что мы должны научиться с вами делать, это тест простоты числа и разложение числа на множители. Тест простоты – это очень актуальная тема области защиты информации. Очень актуальная. Недавно, несколько лет назад, ну вот в это десятилетие, случился один из физтехов, выпускников физтехов, нашел очень хороший алгоритм проверки простоты числа полиномиальной сложности. Это открытие мирового уровня. Поэтому это не шуточки. Но мы, конечно, будем делать примитивный тест простоты числа. Да? Тест простоты. То есть у нас будет некоторая функция def is prime, я ее в camel style сделал, да, is prime, которая получает число по контракту, хотя типов нет в питоне, но я предполагаю, что число x какое-то? Ну, натуральное, да? Логично. Поэтому я тут документ-строчку напишу, да, я напишу x, натуральное. Вот эта штука называется документ-строка. То есть строка, которая никуда не присваивается, никак дальше роли не играет, но она как некий комментарий может быть записана. Ну, как я вам говорил, можно написать в документе прям 2 плюс 2, да, точка с запятой. Ну, точка с запятой, не надо никто не ставит. То есть можно записать, ну, вычислить и выбросить, да, выкрасить и выбросить. Можно. Ну, вот здесь в какой-то смысле строка выкрасить и выбросить, но специальные системы документации это дело потом могут считать. Эти документы просто. Так, ладно, я теперь дальше по делу. Как мне перебирать делители? Ну, очевидно, если у него делители есть, нетривиальные, то есть не единица и не само x, то они лежат в диапазоне от 2 до не до x минус 1, до корня из x. Ну, правда, его круглить бы хорошо. Ну, мы сделаем так. Делитель, да, равно 2. Дальше. Как мне обойти без операции корня, чтобы все в целых числах было? Я могу вместо корня квадрат. Дальше я говорю, пока делитель, возвести в квадрат, у меня меньше, чем x, ищем этот самый делитель. А именно, если у меня вдруг x процент делитель равно равно нулю, то, то, что я сделал это внутри функции, позволяет мне сделать такой легкий шаг. Дело в том, что результат вычисления функции возвращается ретерном. И ретерн выходит из функции со значением. Поэтому я сразу могу сказать, что ретерн фоллс. если вдруг поделилось, то сразу ретерн фоллс. Ретерн фоллс, что делает? Выбрасывает меня из цикла, из функции вместе с циклом. То есть, он как бы не будет рассуждать уже там следующий итеранцев, как все, вышли. Не забыть. после этого, без всякого лс не надоелся, делитель просто. Я сюда попадаю только в одном случае, если ретерн не случился. Ретерн это култу отсюда вообще. Уже результат есть. А так, я делаю так, делитель плюс равно один. Если же я добежал до конца этого цикла и ни разу ретерн фоллс не произошло, то значит, что ни одного нетривиального делителя не было и пора сделать ретерн труб. Вот так выглядит функция разложения, проверки простоты. Тривиальная функция проверки простоты. Ну и последнее. Нужно быстренько написать вам функцию разложения числа на множители. В этом случае мне бы как-то эти множители видеть. Но я их буду просто печатать на экран. А как мне второй раз, если у меня число 12, то там 2, 2, 3 делители простые, то мне нужно 2 несколько раз. Я буду просто делить это число на найденный делитель. Поэтому алгоритм будет выглядеть следующим образом. Я беру делитель нетривиальный. Да, ну понятно, х равно и ты. Вот я сейчас без функций напишу. Начинаем с двоечки, а дальше я буду так. Поскольку я х буду делить на делитель каждый раз, то он у меня в конце концов станет равным единице, когда я из него все простые делители вытащу. Поэтому пока х больше единицы делаем, что если у нас х мод делитель, вот, процент делитель равно равно нулю, мы что делаем? Во-первых, печатаем этот делитель, радуемся, что нашли на что делиться, а во-вторых, тут же х на него делим. Принт делитель и тут же делим х разделить на целос отбрасыванием остатка, для чего, чтобы он остался целым. Поэтому разделить такое, разделить равно делитель. И здесь важно иначе, почему иначе, потому что если я не напишу иначе, что иначе? Делитель плюс равно один. Если я этого не сделаю, то поделив единожды на два, он тут же делитель увеличит на единичку, будет пытаться делить на три. И число 12 он уже не сможет разложить, потому что двойку проскочил. А нужно продолжать делить на двойку, пока делится, чтобы цикл продолжался. Все, на этом собственно тривиально удалить в разложение числа на множители закончено. Конечно, это и вот это и вот это вообще не передовой край науки, то есть это так. Даже и и вот это и вот это можно ускорить. Например, если проверить делимость на двойку, то потом можно шагать не по единичке, а по два. Здесь если число простое осталось, то есть мы били, 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 и осталось какое-то большое простое число, то это можно обнаружить не когда мы дотикаем по единичке и по двойке до него, а пораньше. Обнаружив, что мы уже зашли делителем за его корень, и оно по-прежнему еще не поделилось. Мы этим не будем заниматься пока. Спасибо вам большое. Успешного решения контроля и работы. Да, маленькая поправка контрольной работы сегодня еще не выложена. Прямо сейчас она будет вечером. До свидания.